Продолжаю серию видео о том, как сформировать инвестиционный портфель, сбалансированный на 100 тысяч рублей. Мы уже сформировали часть долларовую. 40% долларов мы вложили в надежные активы, 40% долларов, 60% долларов мы вложили в акции. Рублевую часть, то есть долларовые или рублевые, они примерно одинаковые были. Рублевую часть мы вложили тоже в достаточно надежные активы. Это фонды ETF на крупнейшие мировые индексы, на акции крупнейших мировых компаний, которые сильно не должны никуда уйти. И сейчас самая сложная часть формирования инвестиционного портфеля, это как мы будем покупать акции в рублях на московской бирже. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Но почему в рублях самая сложная часть покупки? Я вам объясню. Смотрите, когда мы покупаем в долларах на американском рынке, американский рынок, он очень сильно развит. И там огромное количество информации, любой можно собрать. И мы формировали портфель, если вы помните, в соответствии с индексом S&P 500. То есть он повторял, ну как бы мы старались, чтобы он повторял, во-первых, индекс S&P 500. То есть по отраслям мы разбили акции в соответствии с индексом S&P 500. И в каждой отрасли мы выбирали акции, доступные нам по цене, потому что у нас денег не так много с одной стороны. А с другой стороны мы выбирали акции с максимальным форвард П на Е. То есть П на Е мы смотрели и максимальное то, что будет в будущем. Почему с российским рынком сложнее? Потому что ну просто нет такой информации. Потому что на российском рынке он не такой развитый, во-первых. А во-вторых, значит нет настолько много информации о компаниях, которые представлены на российском рынке. Их очень-очень много. Огромное число уже компаний на московской бирже российских, которые можно купить за рубли. То есть именно российские компании. Ну часть из них там за доллары продаются, правда, в виде ГДР. Потому что они зарегистрированы в Лондоне на бирже. Но тем не менее это российские компании. И можно их купить за рубли тоже. Даже если они в Лондоне зарегистрированы. Потому что на московской бирже сейчас можно купить акции иностранных компаний. Ну например Яндекс. Он вот называется иностранная компания. И на российском рынке, к сожалению, очень мало информации. Дело в том, что акции может выпускать только компания. То есть на бирже мы можем купить акции только тех компаний, которые обращаются там. А это публичные акционерные общества, ПАО, так называемые. То есть публичные. Они обязаны каждый квартал публиковать максимально достоверную отчетность. Но, к сожалению, российская действительность такова, что акции, во-первых, которые не самые популярные, они просто забывают. Забывают иногда публиковать свою отчетность. А может быть это и не случайно они забывают. А во-вторых, у нас очень много политики. В-третьих, во всех странах есть законодательство, которое призвано защищать права миноритариев. То есть мелких, а мы с вами совсем мелкие, мелких акционеров. То есть здесь тоже накладывается свой отпечаток. Иногда бывают места какие-то неприятные моменты на российском рынке. Как их предвидеть, это тоже очень сложно. И очень сильное влияние политики на наши рынки. Но, с другой стороны, если мы живем в России, мы находимся в этом информационном поле, то мы, наверное, лучше других знаем, но, по крайней мере, не хуже. Мы можем выяснить, какие компании лучше, какие хуже, в смысле политики. А какие будут лучше, какие надежнее. Ну, какие те, которые ближе к власти, ближе к Путину, которые за Путина, за Путина. Они, например, более надежные. Ну, скажем, Роснефть, например, или какой-нибудь Газпром, друзья Путина, пожалуйста. Вряд ли им что-то грозит. Ну, а если там какой-нибудь совсем-совсем друг Путина появляется, там типа Дерипаски, и он уже начинает пытаться помогать в смысле политики, то там вот санкции и так далее. Вы помните, что произошло с компанией Русала. Она принадлежала во многом Дерипаске, сейчас во многом принадлежит уже американцам, потому что здесь политика вмешивается. И вы знаете, что Северный поток, например, тоже политика вмешивается. У нас регулярно, ну, такие полубандитские разборки по поводу отъема каких-то частей компании. Например, там с Башнефтью были проблемы у АФК-системы и с Роснефтью. То есть, как бы, это все накладывает свои впечатления, отпечатки. И мы, конечно же, можем это, ну, как-то отследить внутри страны. На самом деле, американцы тоже это отслеживают, потому что здесь есть какие-то люди, которые и консалтинговые компании, с которыми контактируют американские инвесторы. То есть, у них там не меньше информации, чем у нас, поверьте мне. Вот. Но, тем не менее, вот такие сложности, о которых я сказал. И как же мы будем выбирать компании? Ну, например, по отраслям и так далее. Ну, в частности, например, есть возможность посмотреть на модельный портфель. Модельный портфель, он более-менее так диверсифицирован. Это в открытии брокер. Но модельный портфель берет за управление 1%. Нет, там много берет за управление. Поэтому мы будем формировать, пытаться сами свой портфель диверсифицированный. И что еще есть? Ну, так как я в открытии брокер, я могу показать. Вот я зашел в свой личный кабинет, открытие брокер. Здесь есть так называемый раздел «Аналитика рынка». И открытие брокер предлагает нам интересные идеи с их точки зрения, с точки зрения аналитика в открытии, которые принесут нам доходность. Вот. То есть, смотрите, еще раз. «Аналитика рынка». Мы заходим сюда. «Торговые идеи». И вот здесь есть торговые идеи. Мы выбираем фундаментальные или технические, или все. Вот. Значит, ну, сейчас в данном случае я выбираю «Открывать». И мы можем посмотреть, что мы в ближайшее время, что нам рекомендуют открывать, и на какой срок. Ну, например, здесь на первом месте стоит «ГК-самолет». Покупка 1130, сейчас цена последней сделки 1169, и ближайшая цель 1575, и доходность планируемая 41,68% на 12 месяцев. Следующее. «Открывать на 14 дней 802 доходности», это за 14 дней, я так надеюсь. Вот. Ближайшая цель 5380, сейчас 4981. МТС они предлагают. Естественно, все погодные, но все погодные мы уже купили. Дальше идут уже иностранные компании. Walmart и Alphabet, то есть Google. И вот Петропавловск PLC, это золотодобывающая компания. Почему нет? Киви финансовая компания. На 14 дней обещает 16-21%. Росагра и еще одна Росагра, только уже 6 месяцев, 6 месяцев, 880, 880. Я думаю, что это разные идеи, одна техническая, другая фундаментальная. Вот. А, нет, это от 28.01, а это от 02.02, то есть она еще все продолжается. Ну, здесь по 880 они рекомендовали, сейчас она 906 и 1148 ближайшая цель на 6 месяцев, но, в принципе, почему бы и нет. И здесь достаточно большой список этих, так сказать, предложений, но, в принципе, нормально, но, но, но. Здесь нет разбивки по отраслям, они предлагают самые лучшие, во-первых, во-вторых, закрытые технические идеи. Смотрите, 21 идея закрыта за 6 месяцев, то есть они ведут статистику, честно ведут, это вот точно могу сказать. Прибыльные идеи 10 из них, то есть 47,62%, суммарная доходность 41,97%, то есть прибыльных, ну, как бы, они дают доходность. И, смотрите, закрытые фундаментальные идеи. За 6 месяцев закрыто 30 фундаментальных идей, прибыльных из них было 29, то есть практически все из них прибыльные. И они дали 90%, а, 27 из них лучше бенчмарка. Что такое бенчмарк, мы уже знаем. Вот, ну, то есть фундаментальные идеи, по фундаментальным идеям можно смотреть. То есть мы можем посмотреть на фундаментальные, и вот они, фундаментальные идеи. Но, к сожалению, к сожалению, здесь мне не нравится разбивка по отраслям. Поэтому я предлагаю посмотреть следующий ресурс. Я нашел сайт, мне он очень нравится, доход.ру. Вот, несмотря на то, что я патриот открытия, вот здесь вот намного удобнее. Помните, как мы на сайте финвиз составляли табличку, и там, значит, мы подбирали параметры. Такой же таблички у нас я не нашел, но наиболее близко похожая табличка на сайте доход.ру. Вообще говоря, доход.ру очень полезный сайт, но они концентрируются на дивидендной доходности, что совсем неплохо. Вот, но вот у них главная фишка – это дивиденды, конечно, но здесь по этой табличке можно выбрать все – и акции роста, и дивидендные. Вот здесь, смотрите, если вы зайдете на вот эту страничку – доход.ру.ик.analytics.share, то вы увидите вот такую картину. Анализ акций. Смотрите, вот аналитика, здесь стратегии, фундаментальный анализ, анализ акций. Ну, вот аналитика и фундаментальный анализ, я думаю. Да, смотрим сюда, как использовать. И вот они, индикаторы, которые есть, я должен их отдельно сказать. Индикаторы. Рост – это рост выручки, это очень важно. П на Е мы уже знаем, что такое. Оценка рынком прибыли компании. Ну, на самом деле, П на Е – это вот за сколько лет она окопит себя. П на БВ – это оценка рынком капитала компании. РОЭ – эффективность использования капитала компании. ЕВ на ЕБИТД. Это нельзя произносить, на самом деле, потому что YouTube может иногда блокировать. Он думает, что это ругательство. Оценка рынком прибыли до уплаты процентов и налогов с учетом долга. С учетом долга, что важно. РОЭ – эффективность использования капитала компании с учетом долга. ЕЛТ – дивидендная доходность. ДСА – стабильность дивидендов. Ну, то есть я сказал, что компания доход концентрируется в основном на дивиденды. ВЭЛЬЮ стратегии. Ставка на дешевые по прибыли компании, которые могут показать ее рост, недооцененный рынком. Я не буду это использовать. ДИП ВЭЛЬЮ – ставка на дешевые, которые могут увеличить свою эффективность. СМАРТ ЭСТИМЕЙТ. На самые эффективные компании, текущие доходы которых недооценены – это хорошо. СМАРТ ЭСТИМЕЙТ. Вот он. Вот. И DCF потенциал – ставка на компании, имеющие наибольший потенциал роста, по нашей оценке, на основе модели дисконтирования будущих денежных потоков. Ну, насколько я понимаю, это примерно то же самое, что мы выбирали ФОРВАРД П на Е. Рынки – выбираем Россия, сектор – все, базовые стратегии – вот они у нас есть. И вот здесь вот я нажимаю «Базовые стратегии», пожалуйста, DCF потенциал, то вот они. Если я дивидендную доходность хочу выбрать, вот они дивидендные. Вот. Но мы сейчас выберем следующее – «Расширенные фильтры». И смотрите, ну, нам нужны, конечно же, акции роста. И вот здесь вот можно двигать вот этот вот движочек такой акции роста. То есть от 5 до 10, ну, там какие-то у них оценочки есть свои. П на Е от 0 до 5 я поставил. Значит, здесь я не смотрел. И смотрите, вот у меня получилось вот такой список. Он уже, ну, как бы достаточно, ну, не такой уж большой, но и, в принципе, не такой уж и маленький. И поэтому я беру и вот этот DCF потенциал, про который я говорил, что мы можем немножечко сокращать этот список, увеличивая DCF потенциал. Видите, да? То есть он сокращается постоянно. И мы доходим до какого-то определенного уровня. И я решил разбить свой портфель. Ну, так как я не знаю, в каком соотношении, значит, по отраслям отрасли я посмотрел. Смотрите, строительство, добыча, ну, здесь у них металлы и добыча. Ну, на самом деле, добыча там, вот, в частности, есть алроса, там далеко не металлы, это алмазы России. Вот, поэтому я разделил, ну, добыча и металлы, ладно, хорошо, это вот одна отрасль. Дальше, нефтегаз, химия, розница, энергетика, машиностроение. Здесь нет финансов, их очень мало, финансы и банки. Я решил, что это нужно. И IT-компаний здесь нет. И я решил, что у нас еще, да, здесь нет здравоохранения. Ну, давайте уже смотреть. Честно говоря, мне строительство не очень нравится, потому что строительство, мне кажется, ну, уже столько настроили, что там будет спад, поэтому... Но, с другой стороны, я когда смотрю сюда, то у меня строительство на одном из первых мест стоит, понимаете, эталон. Ну, возможно, мы его и купим. По отраслям я разбил. Все сразу меняется. Поэтому, ну, достаточно непонятно, что же нам делать. Ну, будем что-то делать сейчас. Так, все-таки давайте сократим вот здесь так. Здесь рост тоже сделаем. Ну, и смотрим. Полиметалл. Что такое полиметалл? Металлы и добыча. На самом деле, полиметалл – это в основном добыча серебра. Я уже знаю, она у меня есть в портфеле. Очень интересная компания полиметалл. Полиметалл и серебро нынче дорожает. Дорожает быстрее, чем золото. Ну, почему бы не взять одну акцию полиметалла или сколько-то там. Давайте посмотрим. Давайте будем составлять сейчас табличку в Excel. Все-таки 1481. Давайте смотрим. Лот 1. 1481. Пишем цена. 1481. Вот так. И таким же образом мы будем просто сейчас смотреть на все остальные компании. Итак, друзья, вот что у меня получилось. Я посмотрел акции, посмотрел их цены. Разбил их на отрасли. Но, к сожалению, здесь нет сельского хозяйства, например, нет финансов, нет здравоохранения. Поэтому я чуть-чуть добавил и еще немножечко добавлю. Сейчас я вставлю еще сюда компанию, которую я хочу купить. Это АФК-система. Почему АФК-система? Потому что АФК-система, она не только финансы, но и еще и здравоохранение тоже. Потому что вакцины и всякие нейромедик – это все тоже АФК-система. То есть медицина – это тоже. И, кроме того, телекоммуникации – это тоже АФК-система. То есть покупая АФК-систему, мы покупаем телекоммуникации. Потому что крупнейший актив в АФК-система – это МТС-компания известная. Озон тоже принадлежит во многом АФК-системе. Есть масса, ну, детский мир там был, сейчас они от него избавились. Медицина, я уже сказал. И АФК-система – это еще и нефтегаз, наверное. Я не знаю, остался у них или нет. Башнефть у них отобрали. Ну, и финансы тоже. Вот, поэтому АФК-система – это такая комплексная компания, которую я считаю, что надо взять. Вот, сейчас я посмотрю, сколько стоит АФК-система. Она у меня есть. Ну, АФК-система, она у меня принесла огромную уже прибыль на самом деле. Ну, сейчас она стоит 35 рублей. И лот у нас 100 штук. 3500 рублей. Сейчас мы ее внесем сюда же. 3569 рублей. Ну, это все сразу, поэтому вот такая штука. Вот, ну, смотрите, вот у меня получилось, сколько там, 9-10 отраслей. И в сектор входит еще и Яндекс. Вот, поэтому здесь внесем Яндекс, который был, кстати, в открытии. И он, насколько я помню, ну, в районе 5000 рублей стоит. Значит, ну, давайте смотреть, что мы будем покупать. Давайте мы это отверстируем сейчас. Компания. И, ну, номер здесь поставим. Хорошо, так. И вот эту табличку мы сделаем здесь вот так вот. Так, сейчас, секундочку, я цифру 19 поставлю. Так, 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 так. Здесь здравоохранение напишу. Здравоохранение здесь. Телеком. Вот, ну, это так просто. И здесь количество. Количество акций. Вот, и смотрим тогда, смотрим, смотрим сюда. Я сейчас количество и сумма инвестиций. Вот так. Мы будем сумму инвестиций тоже смотреть. Теперь я беру вот эту табличку, делаю здесь. Вот так. Теперь я делаю ее сортировка по обыванию. Вот так. И, значит, смотрим. Ну, что я хочу купить? Я хочу купить, естественно, акрон, это химия, тогда получается 1. Значит, и здесь мы будем плюс вот это умножить вот на это. Вот так вот. Столько мы уже инвестировали сюда. Ну, а дальше, так сказать, по остаточному принципу, на самом деле, вот здесь мы поставим сумму. Сумма. Окей. Вот эта сумма. Вот она, 14609. Так, здесь мы нолики отделим. И, значит, у нас всего денег сюда. Давайте посмотрим, сколько у нас всего денег. Ну, на... Здесь, на этом рынке у нас остаток 43 838 рублей. Остаток, поэтому мы будем вот эти 43 838 рублей вкладывать вот в эти акции. Значит, берем, значит, здесь мы пишем всего 43 868 рублей. Так, здесь мы пишем остаток. И здесь мы пишем плюс вот это, минус вот это. Сколько у нас денег остается? Остается 29 тысяч. Так, значит, магнит. Смотрите, вот с магнитом такая интересная вещь. Розница магнит. Магнит мне, честно говоря, не очень нравится, поэтому я ввел сюда ленту из розницы. Лента 265 рублей, она намного дешевле. Тоже достаточно хорошая компания. Это из розничной торговли. Розница я пока воздержусь ставить, наверное. Так, значит, Яндекс мы поставили. Фосагра, химия. Так, химия, что у нас еще? НК, НХ обязательно надо поставить. Вот. Причем так хорошо поставить химию. Так, давайте ставим сельское хозяйство, Русагра. Хорошо, одну ставим. Так, где у нас еще сельское хозяйство? Вот она, Агро ГДР. Тоже одну поставим. Так. Значит, у нас остается 25 тысяч. Фосагра. Одну поставим. Так. Тиньков купим. Купим Тиньков. Так. Остается 17 тысяч. Газпромнефть. 3444. Будем мы брать или нет, я не знаю. Газпром. Нефтегаз еще. Новотек. 1305. Новотек это сжиженный природный газ. Газпром это Газпром. Ну, давайте одну поставим Газпрома. Так. 15 тысяч остается. Так. Полиметалл. Серебро. Я думаю, что стоит поставить. 14 тысяч остается. Финансы. Мосбиржа. Я очень хочу купить Мосбиржу. Так. Остается 12 тысяч. Газпромнефть. Мне очень нравится эта компания. Но, блин, Газпромнефть. Хорошо. Так. Теперь. Алроса нравится. Давайте поставим. А что нам ничего не мешает? Химия НКНХ 3. Так. 4 тысячи остается. Татнефть. Ну, а почему не купить Татнефть? Так. Русал обязательно надо купить штучек 5. Так. И лента. Ну, мы видим, что магнит уже не влезает к нам. Значит, ленту и эталон. Ну, давайте мы разобьем вот эти оставшиеся суммы между лентой и эталоном. Скажем, здесь будет 2, а здесь 4. Смотрим. 661 рубль у нас остается. Ну, на 661 рубль что мы можем купить? Ну, еще один русал, например. Да? Металлы. Мне нравится русал. В принципе, она перспективная. Ну, вот так вот мы как бы и разбили эту нашу, наши инвестиции. Из них мы смотрели по вот этому сайту доход. Большая часть оттуда взята, но часть я взял еще и просто по своим соображениям. Но, на самом деле, никто нам не мешает, например, ну, если не нравится. Дело в том, что АФК-система, она уже, в принципе, здорово выросла. Можно ее вот убрать, например, да, и получать 3381. Так, что у нас еще Мосбиржа. Ну, давайте уберем Мосбиржу. Или Тиньков. Тиньков у нас много занимает. Тиньков и он уже тоже вырос. Здорово. Хорошо, давайте Тиньков уберем. Он нигде не фигурировал, а магнит фигурировал. Давайте магнит. Так, 2072. Так, АФК-система, ТЦС у нас убран. Полиметал, Газпром, РУСАКВА, 2500, сельское хозяйство, АГРО, ГДР, сельское хозяйство, 906. Что можно еще убрать? Смотрим. Здесь, в принципе, ну, как бы каждый выбирает сам. Мне химия. Вот, НКНХ очень перспективная компания, мне кажется. Так, где у нас еще химия? И АКРОН. На химию у нас слишком много. Давайте 2. То есть АКРОН мы не сможем уменьшить. Так, здесь 2. И здесь 3582. Вот, АФК-система вылезает. Вот так. Вот, совершенно шикарно мы сбалансировали такой портфель. И, ну, дальше мы просто переходим сюда и смотрим. АКРОН. С МАГНИТОМ будьте осторожны. Дело в том, что на МАГНИТОМ выскакивает и МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЙСКИЙ КОМБИНАТ, и МАГНИТ. Выбираем МАГНИТ. И по тикерам они. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЙСКИЙ КОМБИНАТ МАГНИТ. МАГНИТ. А здесь МГНИТ. Ну вот, друзья. Я рассказал о том, как формируется портфель. Вот он сейчас у меня формируется. Акции стоят на покупке. Ну, а дальше мы будем смотреть за развитием событий с этим портфелем. На сегодня все. Я надеюсь, что это видео было полезно. Поэтому напишите, полезно это было или нет. Спасибо за внимание и до встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.